как вообще люди тебя находят как находит твой клуб это потому что кто-то знакомых приводит или какая то есть реклама или еще что если не хочешь не отвечай на этот вопрос я вырежу там довольно все просто я просто в один момент научился вести правильный инстаграм ну это есть я курсы проходил потом видео съемку нашарился на очень хорошем вот и люди увидят картинку и потом уже как бы сарфан и радио потому что один другому рекомендовал там есть такой хороший тренер вот он научит самообороне не только самообороне то есть дети там чувствовать себя в безопасности он такой подход ну то есть и так вот начали приходить вот новенький инстаграма а все остальные там сарафан и радио вот например были вот эти что переселенцев да ну там приводили детей там с харькова с киева они говорили что но есть так но не так тренирует ну там не скажу что плохо но не так ну типа не может сказать что там не так старались или так ну не так не такой клуб типа говорю ну что сделаешь или там занимались и езжали эх жалко богдан владимирович муклаевна ну там в киеве с нами не уезжаешь а местные группы ведем ну то есть если мне надо где-то свалить или заболел она ведет сама ну то есть нас есть три группы венчун ну самооборона мы просто называем что было проще самооборона венчун вот так чтобы люди понимали ну там типа или кунг-фу детской например для детей и три группы фитнес от чисто фитнес там никакой не самообороны там упражнения с властным весом там некоторые такие руки и и это не немножко там скажем реабилитации растяжкой что сустав немножко поработали там возможности но не так что реабилитации это там уже реабилитируешь не в том плане вот и все то есть но отдельно вот какой нет наш клуб конечно пробовал один каратист типа войти он хотел чтобы помещение снимать наше помещение то есть наш спортзал подготовленный под штукан карате ну татами кругом все ну то есть база очень хорошая вот и посмотрел были ну типа он даже в сотню спортсменов из карате входит типа в украины вот и я так блин не ну типа зачем ну типа я блин тут а годами там кирпичик и приезжий выстроить при том станция ему помогает бог помощь и потом сыпется а тут как бы вот я не говорю что он там гипер мне конкурент типа ну типа то по плане ну как бы я уже стараюсь особо людей не подпускать плане то есть нас каратисты заниматься не пришли там волку там себе там позанимались там заразовались как заплатили пошли никаких ни вопросов ни конфликтов вот попросили там грушу присунули ну то есть такое то есть мы им не мешать ну я их очень давно знаю ну то есть такие вот а это непонятно ну то есть ну так а так чтобы лишних у нас или кто-то отдельно что-то ввел там без того что я не знаю такого нет все совместно или они меня заменяет в этом плане полная или лично понятно слушай а вот сейчас бойцы такие вот и старшей группы я имеют вот такие вот бойцы как юра как андрей да там вот такие вот бойцы 중에 а сколько вот времени понадобилось я понимаю что опять люди разные это же жить Oi5ornov.ru но сколько захотя бы так навскидку времени понадобилось потому чтобы они достигли того чего достигли того в принципе этилали хорошего достаточно в хорошей форме в такой находится, вот сколько им времени понадобилось? Ну, там просто с психологой связано с одного и с другого. То есть тут очень тяжело. Один у меня с самого начала, когда я начал венчун заниматься, этот Андрей, и он как бы там в одном городе был, потом ездил, работал, и есть такие промежутки, когда он не занимался. И когда он пришёл, мы тем занимались, что старый венчун через хребет ломали, чтобы новый этот что. Вот. Ну, сколько? Ну, чуть больше года понадобилось, чтобы такой уровень. А вот Юра, он постоянно тормозит процесс. Он такой мягкий, там, ударить. Вот даже в него попадаешь, он нормально, нормально. Юра, как жизнь? Нормально. Два раза в жизни он уже пятый год или шестый меня занимается, и я слышал, что он сказал классно. Я говорю, Юра, это для меня праздник. Что в жизни всё классно. И он, у него есть тоже такой, у него какие-то ситуации, тоже как-то не попадает. И он, типа, не драконь дракона, и он такой на максималках работает. Я говорю, Юра, вот этот уровень. Вот. Ему больше времени надо. Вот сколько, я не скажу, точно больше года ему понадобилось. Притом ещё такого немножко как внутреннего стержня ещё не имеет. Ну, то есть, своё слово такое. Ну, такое вот. По ситуации. Ну, ну, говори, говори. Он там, Руслан, он тоже 7 месяцев не было, ну, война. А потом вернулся. Хоп-хоп-хоп. Раз, два, три, уже на второй месяц он уже Юру догоняет. Вот. Притом он ещё там в подъезде с другом занимался. Вот я тебе скидывал. Вот. Я специальную группу такую в Телеграме закрытую сделал. Там, где я все секции часа, заснял с Таней. Они там заходят, посмотрят. И потом, ну, спарринг. Отрабатываю. Вот. То есть, он там фонарик в лоба и в три змеиные против. Вот. То есть, тут, ну, от желания человека и от психики. Ну, то, насколько он готов. Примая, мне говорят, какой-то фитнес или как он хочет научиться. Понятно, понятно. В общем, самое главное это какие-то свойства характера, психология какая-то и так далее. Да-да-да-да. У меня, кстати, тоже такая была история. Были бойцы, которые достаточно долго вот так вот подходили к этому процессу. Но, кстати, тоже вот интересное. Я не знаю, у всех ли так, не у всех. Но вот я часто замечал, что люди, которые медленно впитывают, они также медленно и теряют. То есть, такой человек, если он уйдёт на год, он потом вернётся и почти на том же уровне окажется. Вот. А ребята, которые быстро всё нахватывают, достаточно быстро набирают так вот хорошую форму, небольшой перерыв и у них такое резкое прям падение тоже происходит. У тебя так же, нет? Ну, в смысле, у ребят. Ну, с парой у человека я это видел, что так вот теряет. Например, у нас был, то есть, есть Владимир, он 7 месяцев занимается, он на 2 недели пропал. Он говорит, ух, там дыхалка теряется. А что это? Я думал, она останется. Там скорость уже упала, там некоторые технические элементы, он уже не с такой скоростью делает или такой плавностью. Вот. Говорит, блин, не надо пропускать. Типа, ну, ладно, там 2 тренировки, ну, по работе там сейчас загруженность. Но говорит, 2 недели я уже не буду, я уже не дурачок такой. Ну, слава богу, слава богу. Хорошего вывода сделал. Это очень здорово. Слушай, Богдан, ну, огромное тебе спасибо вот за эту беседу. Это было прям реально интересно, реально здорово, потому что, ну, во-первых, мы не всегда можем так вот пообщаться. У меня тоже там со временем иногда не все, ладно. Вот. Во-вторых, я думаю, многим это интересно тоже будет посмотреть. Плюс я еще постараюсь все-таки отдельные моменты из твоих видео тоже повставлять в это интервью, чтобы люди, да, могли это вот как-то и нашу беседу оценить, и все-таки реагию вот этого события, как бы, то, что мы просто словами пытаемся там высказать, так сказать, посмотрели мы, как это происходит в зале в самом. Спасибо тебе большое. Слушай, и сейчас уже опять не под запись, а уже просто так вот. Слушай, как вообще дела там с войной, со всякой вот этой вот историей.